Самое сложное в монологе это начатель. То есть я каждый раз начинает ступор, а потом порвался и начинаешь говорить. Это, я думаю, не у всех людей, это видимо у меня и у людей, которые близки мне конституции психической. То есть как будто тебя держат, а потом вроде бы вышел из себя и начинаешь говорить. Ну, как выход на сцену, что-то в этом роде. Всю жизнь я был очень застенчивым человеком. То есть эта застенчивость, она меня сильно мучила. Я не знала, что с ней делать. То есть как бы эта застенчивость мне мешала во всем. То есть я не смог поступить в нормальный вуз, получить высшее образование. Потом это мне мешало в том, что я боялся куда-то идти сам, что-то устраивать в своей жизни. То есть я практически всю свою жизнь так плыл по течению. Ну, у меня была, конечно, воля своя. То есть я, конечно, довольно-таки такой упрямый. Если что-то мне не нравится, я это делать не буду. Но при этом я не совершала других каких-то важных для жизни поступков. Это не любил куда-то идти в знакомое место. Ну, как вот, к примеру, художник, он вообще график или как-то еще, он должен быть таким активным во внешней жизни. То есть он должен ходить по редакции, общаться с разными людьми. И я помню, ну, вся моя молодость, она, так сказать, прошла. Ну, вот она на Арбате прошла. Ну, Арбат был тоже как бы, это связано было с сильным преодолением своей застенчивости. То есть я помню, я первый раз вышел. Но у меня было острое желание существовать, продавать свои картинки. И выхода другого не было. То есть если бы этого не надо было, я, конечно, бы этого не преодолел. Но мне пришлось преодолевать. Ну, где-то вот с 87-го года я вот встал, был на Арбате таким, ну, не арбатским художником, потому что я там никого не рисовал, никаких портретов. Я рисовал свои картинки, графики. Ну, сперва так. И находил какое-то там место более-менее спокойное, вставал там и что-то реализовывал. Не очень много, но мне всегда что-то помогало. И я, в принципе, я мог на это существовать. Много денег никогда не было. Ну, я там с кем-то знакомился. Помню, в 87-м году, когда этот мой первый туда выход, я познакомился с одним таким художником бородатым. Он рисовал, ну, даже не рисовал, ну, в общем, он эксплуатировал тему Высоцкого. Он рисовал Высоцкого там с гитарой, ну, и очень активно продавал. А я как-то так с ним рядом стоял, и мы как-то так довольно-таки мило общались. И потом постепенно круп моих знакомых, так сказать, расширялся. Там появились какие-то художники, авангардисты были свободные, и, так сказать, живописцы. Ну, и я, так сказать, с ними общался немного. Вообще, 87-й год это был такой, мне был 21 год, и это было какое-то интересное, как будто начало нового цикла в моей жизни. Ну, и вот там застенчивость как-то постепенно, как-то я ее смог преодолеть, и более-менее себя на людях стал нормально чувствовать. Ну, опять, учитывайте то, что я вырос в Ереване, а в Ереване тогда была такая среда, ну, не жесткая была, но, так сказать, я был сильно закомплексованным юношей. Ну, я тогда был вообще, так сказать, девственником, у меня не было никаких этих сексуального опыта, не было. Вот, и в 87-м году как раз его не было. Я как раз еще хотела, чтобы у меня этот сексуальный опыт произошел, но он так все равно не произошел. Я помню, в 85-м году я приезжала, жил в Москве полугода, сексуальный опыт тоже. Мне нужно было какую-то девушку или что-то еще. У меня в голове была такая, ну, полубезумная такая-то вот эйфория, что-то. Но ничего не произошло. В 87-м году тоже ничего не произошло. Ну, я помню, я познакомился с одной девушкой, я тогда живу у своего друга поэта Емелина, и вот привел эту девушку, и вот думаю, вот сегодня у меня что-то такое произойдет, но ничего не произошло. Девушка начала читать Библию, там, а села, там, все, ну, давай, у тебя сейчас, ну, и, то есть, ничего не произошло, и, ну, и думаю, ну, и ладно. Ну, вообще эта тема интересная, эту тему, этой сексуальной, сексуальная тема, это отдельная тема, это, наверное, даже к застенчивости не имеет никакого отношения. Ну, и так, и потом, когда я познакомился со своим другом Лешей, будущим, Лешей Черяковым, он был, по-твоему, с меня, наоборот, очень, так сказать, незастенчивым. То есть, это был, и мы, как-то так, скорешились, и он, в принципе, был таким моим, в чем-то двигателем, он повел меня в эту газету, в Мегаполис Экспресс, потом мы ездили с ним в Ригу, там, тоже в какую-то газету, потом это, и, как бы, я, в принципе, то есть, я как-то использовал это все, то есть, что я вот, ну, я не знаю, что ему во мне нравилось, ну, может быть, то, что я такой странный, такой артисян, какой-то, то есть, бездомный, то есть, и он какое-то надо мной имел какое-то шерство, ну, он старше меня два года был, ну, и как-то мы с ним так довольно-таки дружили, сильно, ну, и вот, то есть, я говорю, что это все, что я, и потом, даже в тот же журнал «Столица», там, опять же, Леша меня привел, тоже как-то вот, а потом это кончилось, и я уже ничего не мог сам куда-то, я попытался, когда этот журнал «Столица» закрылся, куда-то пойти дернулся, но мне что-то это не нравилось, мне не нравилось куда-то ходить и что-то показывать, то есть, и это продолжается до сих пор, сейчас-то уже у меня возраст, и за 50, и тут тоже смешно, как тут, куда-то ходить, что-то там говорить, ну, это вот и есть, моя основная проблема, это, ну, куда-то вот, общаться с людьми, то есть, тут наважение и застенчивость, и какой-то вот этот, человеков уме, и, ну, то есть, такая тема, интересная, грустная, время еще не закончилось, и, а тему-то можно развивать, и продолжать, и продолжать, вот эту, взять вот эту тему, вот, застенчивость, и на эту тему медитировать, вот, откуда она идет, что там в ней такого, что это такое, почему этот страх, страх куда-то, так сказать, выйти или обратиться к кому-то, то есть, в магазине страх, что-то громко сказать, громко засмеяться, опять же, ну, вот, это, то есть, нельзя об этом видеть только вот, ну, вот, то, что мы в такие все, в Советском Союзе выросли, нас забили, запугали, ну, может быть, это тоже есть, но это, я думаю, это идет осколь-то еще из каких-то таких сложных областей, на, это, как, оскольце, почему, почему вот это есть тебе, и это тебе сильно мешает, а когда ты вот что-то преодолеваешь, вроде бы, ты чувствуешь какое-то вот облегчение, что надо будет, я смог это все преодолеть в себе, какую-то черту, которая, ну, ты знаешь, это как бы, это ты, вот, это твоя черта, именно непреодолимо, ну, вот, я вижу, занимался астрологией, я тоже пыталась понять, вот, что там в ней, что, откуда это все, ну, я потом понял, понял, спасибо, это был Седор Лапшинский из города Чикаго. Спасибо.